Стать сказочно богатым и сделать большие успехи в продвижении по государственным должностям в России можно только в двух случаях. Если ты входишь в круг близких друзей Путина, или же являешься его телохранителем. Люди шикарные, но они шикарные, понимаете? Президент РФ делает своих бывших секьюрити губернаторами и даже главами стратегически важных ведомств. Мне оказано колоссальное доверие. Давайте откроем матрешку и узнаем, как живут охранники Путина и чего они добились после того, как отстояли вахту, охраняя президента РФ и его имущество. Я самый богатый человек не только в Европе, но и в мире. Перед теми, кто получил допуск к телу кремлевского диктатора, открываются широкие перспективы карьерного роста. В этом убедился бывший охранник Путина Валерий Пикалев. После армии этого отобрали в службу безопасности президента. К 14-му году он даже заслужился до главы нового управления В, которое охраняло дачу Путина на Валдае. После нескольких лет службы Путину Пикалева назначают вице-губернатором Новгородской области. Курировать вопросы строительства и ЖКХ, в которых не особо-то и разбирался. Видимо, поэтому на новом рабочем месте продержался всего 19 дней. Я говорю серьезно, а вы смеются. После этого он стал помощником полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова. И спустя какое-то время снова вернулся на должность вице-губернатора Новгородской области. Всего на три месяца. Потому что ему уже было уготовано злачное место зампреда правительства Ленобласти по безопасности. Все понимали, что это бывший какой-то охранник с Валдаевской резиденции. И он отклавил, соответственно, администрацию губернатора. На него также перевели координацию нескольких комитетов городского правительства. Это имущественное отношение, это экология, межнациональное отношение и, по-моему, правопорядок. Он не был каким-то заметным человеком, не был публичным человеком. Да и зачем лишний раз светиться? Воровать проще по-тихому, чтобы хватило и на солидный автопарк с иномарками. Мерседес, Тесла и мотоциклы Дукати, Триумф и Харли Дэвидсон. И на государственную дачу на берегу Финского залива в поселке Солнечный. Рыночная стоимость дачи вместе с участком свыше 100 миллионов рублей. Этим участком Пикалев завладел незаконно, провернув отработанную схему. Довольно-таки популярная история у петербургских чиновников, когда они по дешевке просто выкупают земельные участки, которые принадлежали государству. Дачный фонд, который должен предоставляться льготникам. Но вот почему-то сначала чиновники берут эти дачи в аренду, а потом по дешевке и выкупают. Ведомство, которое координировал на тот момент Пикалев, должно было пресекать такие махинации. Но он решил принять в них активное участие. Ведь прекрасно понимал, что ему за это ничего не будет. Это очевидная абсолютно вещь. Более того, недавно бывшего охранника Путина снова повысили. Теперь он глава федеральной таможенной службы. Это человек, который назначается на какие-то должности для решения каких-то вопросов, которые требуют разрешения. Еще бы. Ведь сначала так называемый СВО он доказал свою преданность путинскому режиму. Поддержал войну, начал ездить на временно оккупированные территории и даже курировать отстройку захваченного Мариуполя, который был уничтожен российской армией. В награду за службу президент РФ часто дарит своим экс-охранникам целые регионы. Взять того же Алексея Дюмина, который был офицером охраны во время первых двух президентских сроков Путина. Дюмин с 99-го года был личным охранником Владимира Путина, его пехотинцем, как он сам себя называет. Однажды он даже спас своего хозяина от медведя. Я подошел к двери и увидел, что передо мной стоит медведь, довольно большой. Двери по периметру были все стеклянные. Я, естественно, вооружен, а президент наверху. И вот мы с медведем посмотрели друг другу в глаза. Он немного отступил, я открыл дверь и выпустил всю обойму из пистолета ему под ноги. Дюмин очень ответственно подходит к выполнению указаний кремлевского деда. Особенно, если они касаются вопросов государственной важности. В 2014 году Дюмин назначают командующим силами специальных операций, которые сыграли основную роль в аннексии Крыма. Поговаривают, что именно он был организатором эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича. А во время мятежа ЧВК «Вагнер» по приказу самого Бункерного Дюмин отправился на переговоры с Пригожиным и помог разрешить ситуацию. С самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы. Последние 8 лет Алексей Дюмин руководил Тульской областью. Все задачи, которые стоят перед субъектом в рамках ваших поручений правительства Российской Федерации решаются в плановом порядке. Однако в этом году в середине мая чиновнику пришлось со слезами на глазах покинуть пост губернатора. Тульская область Тула навсегда останется в моем сердце. На самом деле это были слезы счастья. Ведь Дюмина повысили до помощника президента РФ. А спустя две недели он стал секретарем Российского Госсовета, то есть начальником над всеми губернаторами. Вы на правильном пути, я желаю вам успехов. Структура, которую возглавил бывший охранник Путина, по новой конституции может играть роль коллективного президента. Поэтому многие политологи решили, что именно Дюмин является потенциальным преемником кремлевского диктатора. Это считается подтверждением того, что Дюмин будущий президент России по выбору Путина. Дюмин из охраны Путина, из офицеров спецслужб. А еще он очень богатый человек, который приобрел элитное жилье в доме, где живут семьи российских бизнесменов, политиков и знаменитостей. У Дюмина имеется и квартира в центре Москвы в Колымажном переулке, рядом с комплексом здания Минобороны. Площадь квартиры, которую находили расследователи, 344 квадратных метра, стоимость примерно 700 миллионов рублей. Да и родственники Дюмина как-то резко обзавелись новой недвижимостью. Брат охранника Путина, Артем, имеет поместье на Рублевке площадью в тысячу квадратных метров. Красивый ландшафтный дизайн, каскад фонтанов, огромный пруд стоило такое великолепие свыше 500 миллионов рублей. Также Артем сделался крупным инвестором в московскую недвижимость. Его отец Геннадий стал первым зампредом Совета директоров Фармэка, одного из крупнейших фармацевтических холдингов России. А свояк Дюмина Владимир Михеевич возглавляет грузовую авиакомпанию Минобороны и владеет домом Барвихин. Может себе позволить, ведь его родственник не только охранял президента, так еще и играл с ним в хоккей, ловко уворачиваясь от шайбы. А это экс-охранник Путина Дмитрий Миронов, которого тот ласково называл «мой сыночек». Он получил в подарок от хозяина целую Ярославскую область. Миронов работал, конечно, в КГБ, потом в ССО, служил в личной охране Путина. В частности, в 2010 году Миронов обеспечивал безопасность Путина во время поездки Путина из Хабаровска в Читу на желтой «Ладе Калини». Это та самая желтая «Лада», которая сломалась, не доехав до Хабаровска. Хотя перед тем, как выйти на трассу, прошла проверку. Но этот инцидент не подорвал доверие Путина к Миронову. В следующем году Плешивый взял его в качестве охранника на траурное мероприятие в Ярославле. После гибели хоккейной команды «Локомотив» в авиакатастрофе. А в 2013-м Миронов попадает в МВД и становится помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В 2014-м Миронов стал начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. А спустя два года партия «Единая Россия» выдвинула его кандидатом в губернаторы Ярославской области. Набрав 79% голосов, Миронов занял это хлебное место и пообещал сделать все для развития региона. Мы будем всячески поддерживать развитие ведущих предприятий региона. Одновременно формировать базу для появления новых производств. Но по факту чиновник просто пускал пыль в глаза глубинному народу. Он почти не бывал на заседаниях областной думы и не проводил совещаний с главами муниципалитетов. Но зато всегда находил время и возможность, чтобы незаметно украсть деньги из госбюджета. Официально он зарабатывал около 2-3 миллионов рублей в год. А неофициально гораздо больше. Ведь смог позволить себе купить квартиру площадью 128 метров квадратных в элитном жилом комплексе. На территории есть даже мини-зоопарк с ламами. В соседних корпусах находятся квартиры Дмитрия Медведева и Алексея Улюкаева. Но, судя по всему, Миронову у этой квартиры было мало. Как выяснили расследователи важных историй, он воспользовался распространенной среди чиновников схемой для получения престижного жилья от государства как нуждающийся. А именно, подарил государству свою квартиру. А потом, как нуждающийся, получил служебную на 50 квадратов больше от жилого фонда управления делами президента РФ. Позаботился Миронов и о благосостоянии своих родственников. Взять даже строительную компанию его младшего брата, которая получила множество многомиллионных контрактов от энергетического гиганта «Газпром» и его дочек. У брата тогдашнего губернатора находили два участка подмосковной Барвихи общей площадью 10 тысяч квадратных метров и стоимостью свыше 700 миллионов рублей. В 21-м году Дмитрий Миронов ушел с поста губернатора Ярославской области. Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня и мою команду. Кого чиновник благодарил за поддержку, непонятно. Ведь местные жители только обрадовались его отставке. Более того, они даже фейерверки запускали в честь этого события. Но экс-охраннику Путина было на это плевать. Ведь его назначили помощником президента и головой совета при президенте по делам казачества, где он трудится, не покладая рук на благо своей кровавой родины. В прошлом году Миронов заявил, что в условиях проведения СВО казаков нужно мобилизовать. А в марте этого года закон о создании казачьего мобилизационного резерва был подписан самим президентом РФ. Еще один экс-охранник Путина Дмитрий Степаненко тоже выходец из спецслужб, работавший вместе с Мироновым в ФСО. Он успел побывать и министром сельского хозяйства Московской области, и в Госдуме поработать, и в правительстве Ярославской области. За верную службу хозяину он получал не только власть, но и приличные деньги. С 2014 года семья Степаненко сделала несколько крупных покупок в элитном подмосковном поселке Азарова. Родственники охранника Путина приобрели два участка с домами и квартиру с суммарной стоимостью в 255 миллионов рублей. У самого Степаненко был особняк с гостевым домом и отдельным гаражом. Сейчас Дмитрий Степаненко находится на посту замглавы Росимущества. Кстати, это кресло пять лет занимал другой охранник Путина, Игорь Бабушкин, который в 2019-м стал губернатором Астраханской области. Я принял решение, что я приехал в этот регион надолго, поэтому выделил свою кандидатуру на выборы. До Бабушкина главой этого региона был еще один телохранитель бункерного деда Сергей Морозов. Он больше 20 лет прослужил в ФСО. Потом работал помощником министра обороны РФ. И даже замом руководителя федеральной таможенной службы. Сейчас же служит в одной из спецслужб России. Я приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие. Оправдать оказанное доверие стараются все, кто был близок к телу. Экс-охранники Путина продолжают выполнять самые деликатные поручения кремлевского диктатора и готовы отдать за него свою жизнь. А дед взамен за такую службу одаривает их особым отношением, балует престижными государственными должностями и деньгами. Так что за бюджет не переживайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok